Привет гости моего канала. С вами Будников Виктор, житель города Тюмени, дистрибьютор компании FFI. В целях экономии записываю ролик, находясь в движении, еду по делам, решил поделиться с вами, ответить на некоторые ваши вопросы. Хочу поблагодарить всех вас, друзья, кто наблюдает за моим каналом, кто поддерживает меня. Хочу поблагодарить за те отзывы, которые вы оставляете, за те теплые слова. Я очень рад, что мои ролики помогают вам в бизнесе, помогают с принятием решений. Это здорово, это классно. Спасибо вам. Наблюдайте и дальше. Я желаю вам успехов. Ответить хочу вот на какой вопрос. Очень многие люди, которые узнают о нашей теме, задают вопрос. Но если так все здорово, если так продукт работает, то почему его не продают на заправках? Или почему, например, заправщики не заливают его в цистерны и не продают топливо? Отвечу. Все элементарно просто, друзья. Во-первых, продукт имеет определенные свойства и определенный порядок применения. И прежде чем начать пользоваться продуктом, биокатализатором горения топлива, нужно сделать промывку топливной системы. Если начать заливать биокатализатор в емкости на заправках и продавать это топливо, то бензин или дизельное топливо или газ с этим продуктом начнет подчищать камеру сгорания и начнет забивать топливную систему, потому что она не подготовлена. Это первая причина. Вторая. Все вы знаете, что... Ну, кто не знает об этом, узнает со временем. И точнее, узнает из тест-драйва. Посмотрите, внизу есть ссылка, можно посмотреть, зайти на тест-драйв, чем мы занимаемся и что это за продукт, как он работает. Вот. У продукта есть такая особенность. Он индивидуален. Дозировка его для каждой машины индивидуальна. И процент экономии тоже индивидуальный. Если заливать усредненную, то у кого-то будет экономия, у кого-то ничего не будет, а у кого-то и перерасход может возникнуть. Какую дозировку заливать? Это вторая причина. Третья причина. Немаловажная. Об этом продукте надо рассказать. Как он работает. И может быть даже поработать с человеком, который возьмет этот продукт, чтобы добиться экономии. Это важно. И это сделать сможет только дистрибьютор. Даже в торговой сети не сможет продавец этого сделать. Это не видеомагнитофон, где четко написал инструкцию, выполняй, и все будет вот так. Это третья причина. Четвертая причина. Выбор глубоко индивидуальный. Не каждый захочет лить в бак своего автомобиля биокатализатор. Особенно те люди, которые остались мозгами в 80-х годах. И прогресс, их не коснулся, их разума не коснулся. Прогресс. Они ни во что не верят. Они думают, что все эти добавки и присадки убивают двигатель. Ну, это отсталое мышление. Поэтому, если такой человек вдруг узнает, что он в заправке, заправщик добавляет биокатализатор, он засудит этого человека. На каком основании? Это четвертая причина. И пятая причина. И самая такая, я считаю, наверное, глобальная. Представьте ситуацию. Вы хозяин топливозаправочной станции. И ваш ежедневный доход – миллион рублей от товара, оборот, от продажи топлива. И вот вы берете биокатализатор, который по доступной цене и с потрясающим эффектом. И ваш бизнес проседает на 20%. То есть вы получаете не миллион рублей в день дохода, а 800 тысяч. И поверьте мне, соотношение, что вы заработаете на продаже биокатализатора и продаже вот этого топлива – это небо и земля. И ни один заправщик на это не пойдет. Это дело сугубо индивидуальное. Это не он хочет, чтобы мы экономили. А я хочу экономить свои деньги. А ему по барабану. Ему чем больше я заплачу денег на заправке, тем ему лучше. Поймите это, друзья. Сами ответьте на этот вопрос. Или поразмышляйте. Но это же просто-напросто. Когда мне такой вопрос задают, я смотрю на человека и думаю, а вообще у него с мозгами все нормально или нет? Ответьте сам на свой вопрос. Или я приду, вы заправщик. Я приду, слушай, Серега, у меня есть классный продукт, давай я у тебя его на заправке выставлю. Он будет экономить людям 20%. Куда меня этот Серега пошлет? Он скажет, это что получается, Виктор, я буду иметь не миллион рублей в день, а 800? И вот, в итоге, если все начнут пользоваться, я скажу, ну да. Боюсь, что друзьями мы с ним после этого не будем. Надеюсь, я вполне разумно и реально ответил на все ваши вопросы. Поэтому не задавайте такой вопрос, а почему, а зачем. Примите для себя решение, хотите вы попробовать или нет. Потому что можно слушать все, что угодно и кого угодно. Но чтобы понять, работает этот продукт, как он работает, надо взять и попробовать. Я всем советую это сделать. Ну а чтобы разобраться, зайдите на тест-драйв, ссылка внизу. Всего доброго, друзья. Продолжение следует...